выбор в германии только что закончились а уже пора поговорить о выборах в россии это в марте будущего года и мы все это будущее видим отчетливо кто победит и почему но эти в германии тоже было понятно меркель останется канцлером германии конкурировали партии а в россии конкурировать с путиным затруднительно тогда кому это интересно но есть по крайней мере две причины поговорить об этом первое что будет до и вторая что будет после давайте по порядку кто пойдет на выбор или так кто будет до них допущен если до выборов будут допущены навальный или собчак или оба сразу это означает что им будет дан шанс нет конечно не победить а стать признанными в политическом клубе в том числе международном такие шансы периодически даются но хоть и мару джабраилову например я напомню он тоже был кандидатом в президента но совершенно фейковым но джабраилов навальный это разные политические субстанции простите за выражение регистрации навального есть признание его существование в политике а собчак это как ни крути это высшая форма мару джабраилова не имеющий отношения к реальной политике поэтому обсуждению не подлежащие хоть и известное умное шоу-бизнесовое это все уж маловато для политики однако ни собчак ни навальный к выбора допущены не будут на сегодняшний день на выборы пойдут путин зюганов и жириновский может быть тут еще по мелочи но это уже чисто для удивления публики думаете зюганов и жириновский это позавчерашний бутерброд конечно же да но ведь речь и не о борьбе все трое люди не молодые все думают о будущем но по-разному путин со всей очевидностью пребывает в политической нирване а зюганов и жириновский интересуются проблемами собственного престола наследия и налога на наследство зюганов хотел бы передать партию внуку для устранения конкуренции губернатором в орел был отправлен известный молодой коммунист андрей клочков а жириновский хотел бы оставить партийный бизнес сыну если платы за это участие выборов в качестве коверных так никто не против но ведь такой расклад делает выборы формальностью ну конечно то есть тем чем они на самом деле являются достижение автоматизма это и есть нынешний успех но подождите страна должна развиваться ведь реформы были обещаны там кудрин центр стратегических разработок солыпинский клуб валдайский клуб и все такое вкусное конкуренция программы реформ но теперь вопрос а зачем что-то менять ведь и так все хорошо и складно забудьте если мы переходим к вопросу что после выборов сон аналитиков говорит что будет закручивание гаек а что такое закручивание кто такие гайки в общем всем понятно зачем почему на этот счет есть много версий и все сводятся в общем-то к одному ну а что еще делать то делать что-то надо нужно оправдывать существование спецслужб полиции всяких центров и и прочих следственных комитетов то есть нужны враги а если вдруг их не очень много и они не опасны но школота там всякое мы их масштабируем хорошее слово емкое враги говорят о наших недостатках которых нет враги научают школьников иностранным языкам а также истории альтернативной мединскому враги ходят в гоголь центр и ждут балета нуреев врагам нравится матильда и не нравится путин то есть граждане голосовавшие не за путина это тоже они враги логическую линейку можно продолжать до полной бесконечности полнейшего безумия не привыкать как же все это банально банальность зла есть расхожий термин и не надо думать что если ты за путина то закручивание гаек обойдет тебя стороной ну конечно же нет кому интересен старый изученный враг разве что отставным коллекционером а вот вы ведь среди друзей это праздник и новые погоны и прекрасные занятия еще на пять лет до следующих выборов а что это означает для германии очевидная вещь рост русскоязычного населения встречайте знакомых